Футбольный клуб Сморгонь Евгения Чернухина хорошо подготовились к этой игре и разгромили соперника со счетом 5-0. Подробности в следующем материале. Здесь спас галкипер, но потом фортуна от вратаря отвернулась. На 16-й минуте витебляне заработали право на штрафной удар. Диего Сантос навесил в штрафную площадь, а Мараньяма Вандерсон головой переправил мяч ворота. Для бразилица этот гол стал третьим в трех последних поединках. А потом напомнил о себе еще один бразильский легионер Витебска Диего Сантос. Ударом издален застал врасплох галкипера с Маргони и удвоил преимущество своего клуба. После перерыва пришла очередь Антона Матвеенко прервать безголевую засуху. Сначала полузащитник оказался в хорошей позиции и с метра поразил ворота гостей. А потом Диего Сантос выиграл Антона один на один с вратарем, и наш игрок свой шанс не упустил. Он оформил голевой дубль в матче. А окончательную точку в этой игре поставил Захар Червяков. Молодой витеблянин ударом издаля проверил на прочную галкипера с Маргони, который допустил ошибку и в пятый раз вынул мяч из собственных ворот. В дальнейшем Витебск продолжал атаковать, и только чудом шестой мяч не попал в ворота гостей. В итоге белосиния одержали заслуженную победу со счетом 5-0. Ничего у нас абсолютно не получилось. Неплохо сыграли и впереди, и сзади. Соперник был быстрее, мобильнее, агрессивнее. Ну, соответственно, заслуженно победил. Ну, с чем я его, наверное, и поздравляю. Готовились к серьезному противостоянию, готовились к битве. Мы выиграли большой процент единоборств в предыдущих двух матчах. На это и нацеливили команду. Поэтому для нас все соперники одинаковые. И где мы находимся? Мы кто такие? Чтобы мы ожидали легких игр. После 11 туров на счету подопечных Евгения Чернухина 18 очков и шестая строчка в турнирной таблице. Следующий матч наши земляки проведут на выезде против Солигорского шахтера. Военно-патриотическая игра «Зарница» финишировала на полигоне Лосвида вблизи Витебска. Она посвящена Году народного единства и 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Военизированная игра объединила несколько поколений белорусов. Октябрят, пионеров, союзную молодежь, офицеров и ветеранов. Какие испытания ждали участников «Зарницы», узнала и наша съемочная группа. Для пионерской организации военно-патриотическая игра «Зарница» дело традиционное. Это командные соревнования по выполнению интеллектуальных заданий, оборонно-спортивных комплексов и нормативов. Сюда входит смотрстроя и песня, разборка и сборка автомата, пулевая стрельба, преодоление полосы препятствий и непосредственно сама военизированная игра «Зарница». Ребята сегодня приехали у нас на две игры сразу, поэтому это 230 участников. Это 23 команды из разных уголков нашей Витебской области. Почти все принимают участие, наши дорогие районные советы, наши пионерские организации. В этом году впервые военно-патриотическая игра «Зарница» проводилась на военном полигоне Лосвида. Руководство 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады пошло навстречу пионерской организации. Дети получили возможность познакомиться со службой военнослужащих в реальных условиях. Здесь и происходит патриотическое воспитание подрастающего поколения и физическое развитие самых младших участников пионерской организации «Октябрят». Я, конечно, очень хорошо оцениваю эту инициативу, что детей с малого возраста привлекают к военно-патриотическим играм. Дети – это наше будущее, наша светлая надежда. Пускай дети играют лучше в такие игры, чем по дворам, неизвестно, чем занимаются. Преодолеть минное поле, перенести раненого бойца, навести переправу, кинуть гранату, разгадать зашифрованное донесение. И все это под звуки автоматных выстрелов. Для самых юных участников «Зарнички» военные подготовили сложную полосу препятствий. Здесь, как говорят, сухим из воды не выйти. Нужно быть ловким, быстрым, сильным и сообразительным, чтобы справиться со всеми заданиями. И главное – научиться работать в команде и поддерживать друг друга. Мне больше всего понравилось проходить разные препятствия, особенно понравилась паутинка, как мы проползали. Конечно, остались все чумазами, но зато остались хорошие воспоминания. Я был смелым и очень быстрым, и всегда преодолевал все препятствия, которые были там. Мне больше всего понравилось препятствие минное поле. Там мы искали мины, и когда мы их находили, мы ставили туда флажки. По итогам игры будет сформирована команда, которая будет защищать честь Северного региона во время республиканской спортивно-патриотической игры «Зарница», которая пройдет в июне. «Роботикс-2021» в Витебске завершился финальный этап открытого перенства области по робототехнике. Он собрал более 50 школьников из 13 районов Северного региона. Юные поклонники научно-технического творчества представили свои разработки в четырех видах программы. Битвы роботов развернулись на площадке Витебского областного дворца детей и молодежи. Здесь собралось 56 победителей региональных этапов. Поясню, организаторы разделили всех участников на три зоны – Полуцкую, Витебскую и Оршанскую. Чтобы попасть в финал соревнований, юным робототехникам необходимо было вначале опередить своих конкурентов. Таким образом, в решающем турнире соревновались лучшие из лучших. Улучшаются и модели, и самое важное – перерастает количество участников, представителей регионов. Вообще, в наших ближайших планах уже в следующем году сделать этот турнир более насыщенным, привлечь большее количество регионов. Я думаю, что самое важное в этом плане, чтобы каждый ребенок с любого региона мог принимать участие в таких соревнованиях по робототехнике. База для этого практически везде есть. Но осталось немножко методически поработать, ну и простимулировать, чтобы количество участников перерастало. Как в автогонках пилота-штурман, так и в разборках роботов. Программист и гонщик. Шестиклассники из Глубокого – Артем Галяк и Матвей Харевич – со своей моделью выступали и победили в кегеле-ринге. Чтобы их болид стал самым скоростным на трассе, ребятам пришлось освоить зная, которую получают в старших классах. Я занимаюсь этим уже три года робототехникой. И я для этих соревнований изучил, ну мы с ним изучили передаточное число восьмого класса, находясь в шестом классе. Ну, тяжело было, ну, сделать такую передачу, чтобы она выигрывала, ехала быстро, легко было, ну и нравилось то, что, ну, это интересно, собирать конструктор, программировать его интересно, запускать, выигрывать интересно. А вот для Витебляна Александра Краснера и Ярослава Гроховского кегель-бан и робо-сумо уже пройденный материал. Ребята не стоят на месте и стремятся к новым, более сложным головоломкам. Сейчас робототехники сконструировали и запрограммировали модель, которая движется исключительно по заданному маршруту. Робот особо самый простой – это просто тележка. Самое главное – это программа в роботе. Ну, сама конструкция не сильно важная. Программу разрабатывали, мы делали разными частями. Каждый мой блок – это какая-то часть, какая-то часть поля. Линию, ну, это, наверное, самое сложное, что нам уже интересно. Мы просто с умом уже много раз занимались, с кегель-рингом тоже у нас уже это все хорошо работает. А вот линией мы уже, мы еще не занимались. Говорят, что занятие робототехникой – исключительно мужское дело. Но среди многочисленного количества юношей мы нашли и красивую девушку, которая с этим совсем не согласна. Витеблянке Анне Барановой научно-техническое творчество по душе. И она постоянно совершенствует своего робота, чтобы он не наступал конкурентам. Было сложно, надо было, чтобы он ровный, я просто, что он сбивал все кегли. И, ну, это не с первого раза, конечно, получалось. Но я очень старалась. У меня получалось. По итогам соревнований организаторы определяют сборную команду, которая будет представлять Витебщину на республиканских соревнованиях по инновационным видам творчества. Веселый дельфин Могилев примет перенство Республики Беларусь по плаванию. Мяч на воде в Пинске пройдет перенство Республики Беларусь по водному полу. В Бресте разыграют Кубок Беларуси по легкой атлетике. А в Вилейке будет проводиться перенство страны по прыжкам на батуте. 4 июня в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд ФК Витебск проведет выездной поединок против столичной Зорки БДУ. Соперницы Витеблянок идут на пятом месте в розыгрыше. Наши землячки на восьмом. Учитывая, что минчанки играют на своем поле, они являются фаворитами в этом поединке. Теперь к другим темам. 31 мая в Бресте стартует Кубок Республики Беларусь по легкой атлетике. Спортсмены Витебской области редко из подобных стартов возвращаются без наград. Пожелаем им пополнить медальную копилку. В первый день лета в Могилёре начнется перенство страны «Веселый дельфин». Плавцы северного региона успешно выступают на этих стартах и должны составить достойную конкуренцию спортсменам из других областей Беларуси. 2 июня в городе Вилейка Минской области стартует перенство Республики Беларусь по прыжкам на батуте. Накануне в Витебске прошли областные соревнования, где специалисты сформировали сборную команду, которая должна бороться за медали самого высокого достоинства. Также в среду только в Пинске будет проводиться перенос со стороны по водному полу «Мяч на воде». Даже при том, что тренировочная база витебских матрополистов долгое время находилась на ремонте, они не опускали поднятую планку. Будем надеяться, что «Фортуна» будет на их стороне и на этот раз. Идем дальше. 4 июня в Кировске Могилевская область стартует финал открытого чемпионата Республики Беларусь по велосипедному спорту в гонке «Критериум». В рамках этого турнира пройдут и открытые республиканские соревнования памяти Кирилла Орловского в групповой гонке. И завершу анонс этой недели стартом, который пройдет в Витебске. 30 мая в областном центре начнется открытое перенесло области в программе «Олимпийских дней молодежи» по теннису. Спортивный марафон растянется на целую неделю. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Встретимся ровно через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА